Бракоразводный процесс – сложная процедура, требующая раздела имущества, урегулирования взаимных претензий, решения вопросов по содержанию недееспособных членов семьи и детей. Нередко муж или жена считают, что супруг должен выплачивать им дополнительные компенсации, которые могут быть связаны с несправедливым разделом имущества или причинением морального вреда. Давайте выясним, какие можно получить компенсации при разводе. Моральные компенсации при разводе. Компенсация морального вреда является отдельным видом компенсационных выплат, никак не связанным с имуществом и самим процессом развода. Естественно, расторжение брака приводит к стрессу, но на одном только этом основании требовать от бывшего супруга возмещение морального вреда нет смысла суд откажет в исковом требовании. Компенсация выплачивается только тогда, когда супруг причинил значительный вред психике бывшей второй половины. К примеру, супруг изменял, и это привело к разводу, или же имел место позор, клевета, необоснованные обвинения на людях, унижения и так далее. Суд редко удовлетворяет подобные требования, но попытаться стоит хорошим подспорьем станет наличие документов, которые доказывали бы, что нарушения психики появились после действия ответчика. Для того, чтобы доказать причинение тяжкого вреда психике и общему эмоциональному состоянию, придется обращаться к специалистам, психологам. Это потребует денег, а результат не гарантирован. В отличие от России, в европейских странах и США, с доказательством вины супругов причинение вреда психике проблем, не возникает супруги регулярно посещают психологов, которые могут выступить в суде и подтвердить нервные срывы из-за жены. Или мужа? Читайте также статью «Компенсация при разделе имущества супругов». Компенсация при разводе закупленную в ипотеку квартиру. При расторжении брака полагается делить совместно нажитое имущество в равных долях. Практически всегда наиболее дорогостоящее имущество приобретается в кредит. И разумеется, наиболее желанным имуществом после развода является квартира и автомобиль. Проблема возникает тогда, когда бракоразводный процесс уже начат, а ипотеку еще придется погашать долгие годы. Задолженности по ипотеке делятся точно так же, как имущество, поскольку кредит предполагает наличие квартиры или дома, которые будут разделены между супругами поровну. Непогашенная часть ипотечного кредита также подлежит разделу в равных долях между разведенным мужем и женой, если только один из них не отказался от купленной таким образом квартиры. Итак, долг по кредиту может быть разделен в следующем порядке. Вся задолженность целиком переходит на одного из супругов, но тогда и квартира остается в его единоличном пользовании. Долг делится в равных долях, тогда квартира также делится. Поровну и остается в долевой собственности. Зачастую ситуация выглядит другим образом. Разведенная пара не хочет иметь никаких отношений, тем более проживать на одной жилплощади. А потому квартира выкупается, кредит погашается полностью, после чего бывшие супруги договариваются либо о ее продаже и разделе денег поровну, либо о передаче ее в собственность одному из них и выплате второму владельцу компенсации, размер, который будет соответствовать стоимости доли. Чаще всего мирно решить спор не получается, а потому разведенные супруги обращаются в суд. Однако стоит предупредить о том, что это невыгодно придется платить госпошлину в процентном отношении от стоимости оспариваемого имущества. Компенсации при разводе за ремонт в квартире. Часто при разделе недвижимости во время развода супруги спорят и о том, кому достанется мебель, расположенная в ней, а также неотъемлемые части жилья. К таковым относятся ремонт, газопровод в загородном доме, отопительный котел и прочие дорогостоящие приспособления, которые могли быть куплены за счет одного из супругов. Если суд постановил, что ремонт достанется или будет принадлежать на праве собственности жене или мужу, второй супруг имеет право обратиться за выплаты ему компенсации. Чтобы суд принял такую позицию и вынес решение о выплате компенсации за ту часть ремонта, которая была приобретена на общие деньги, но досталась только одному из бывших супругов, нужно собрать как можно больше документов об оплате ремонта. Как подтверждение того, что участвовали деньги обоих супругов. Подойдут квитанции, чеки, свидетельские показания. Компенсация также может взыскиваться, когда ремонт проводился на общее сбережение в подаренной или полученной по наследству квартире. В такой ситуации жилье заберет тот, чьи родственники подарили или завещали квартиру, а вот частичная стоимость ремонта будет возмещена второму супругу. Читайте также статью «Компенсация за долю в квартире и пользование ей». Законодательные акты по теме. Ошибка. 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 Ошибки. Ошибка. ремонт, подключен газ и построена пристройка. Кто в данном случае получит дом после развода? Ответ – имущество супругов, нажитое в браке, делится между ними поровну. Но подаренное и наследованное имущество не подлежит разделу, а потому все будет зависеть от того, как вы поступите. Если стоимость ремонта и подключение коммуникаций сопоставимы с половиной стоимости дома, вы можете требовать половину строения. Если такой вариант не устраивает, дом достанется мужу, пристройка будет поделена пополам, а расходы на ремонт муж вам компенсирует. Видео-советы. Как правильно провести раздел имущества при разводе. В видео раскрывается информация о разделе имущества при разводе, советы адвоката. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.